Добрый день, под вечер чешу, вечер памяти 30 дней, как нет среди нас, женщины с большой буквы, женщины, которая сеяла добро еврейская община, потеряла в ее лице с ее уходом человека достойного подражания. Тяжело говорить, хоть свыше подарил ей почти век жизни, если только перелистать историю жизни этой женщины за такое время, что она только не видела. Ее формирование было в самые тяжелые годы восстановления советской власти. Это было время тяжелое для всех наших предков. Антонина Баеннафтара, он все-таки рабошая из знатного пословия, известного в Средней Азии и Сабне. Теперь посмотрим историю жизни этой женщины. Вот мы говорим, воспитатель – это мать. Но мы неправильно понимаем это. Я склонен к тому, что сказать, что воспитатель – первая мать – это учительница. Она отвечает за ребенка больше, чем мать, больше, чем родители. Проработать 40 дней, 40 лет в системе образования – это не шутка. Еще как проработать? Быть авторитетным, быть человечным. Среди националов – это редкий случай, чтобы бухарская еврейка могла занимать такой высокий рамп поста. Я с гордостью могу сказать, когда мне приходилось обслуживать пленом и крутой всевозможные активы города, области, мне было любо смотреть, когда в президиуме я видел эту красивую женщину, улыбающуюся, интересно одетая. Всесторонне развитая. А когда ей давали слово, представляете себе, актив огромный, президиум, это приезжал чуть-чуть, цикап. Нам приходилось готовить выставки и обслуживать их. Так это она с такой гордостью выступала, что и тут же она оказалась в вопросе нашей нации. И мы гордились, что среди нас есть такая женщина. Женщина, дорогие, мудреца спросили как-то секрет бессмертия. Дела и доброе имя – был ответ. Вот в этих двух словах может охарактеризовать жизненный путь всеми нами уважаемой Антонина Банина. Дела ее, которые конца края нет во всех уголках мира, о ней могут говорить, потому что там есть ее зерна. О ее деяниях можно говорить целыми книгами, историей. Но эта скромная женщина никогда не зазнавалась. Она всегда была очень спокойная, дипломатия, культурная, эрудированная, всегда улыбающаяся. А когда ты посмотришь, когда она встречалась с кем-нибудь, у нее было только данное шампутоком. Она всегда благословляла. Она благословляла нашу нацию, она благословляла детей, она благословляла всех. Она любила всех. Говорим, что, когда уже такие люди не умирают. Она прошила достойную жизнь, красивую. Я хочу сказать, что Антонина Абайевна оставила после себя очень красивое наследство в лете своего единственного сына. Но этот сын достойно пронес все сияние своей матери. Михаил Борисович, мы гордимся, что у вас была такая мать. Мы гордимся, что вы ее сын. Вы сделали все для нее. Единственное, Келинка, Сушана, докторе Одаф Шеванда, Чумеде Мудаева. Мне часто приходилось сталкиваться с этой семьей. Это люди, которые всегда только говорили, только хорошие и добрые между собой. Михаил Борисович, вы человек, который сделали очень много добра. Самаркандцы эти помнят. Работая на ответственной работе главным психиатром, главврачом психбоницей, Благодаря вас, это я знаю, и, наверное, вы и знаете, сколько детей, призывников, обязаны вам, что они не ушли в армию с бухарских евреев. Не это не относится до того, что было сделано благодаря Антонину Абайне. Много можно сговорить. Дорогие, человеческая жизнь исчисляется не прожитыми годами, а теми деяниями, что человек оставляет после себя. Она прожила достойную жизнь, красивую жизнь. До, всегда она была окружена любовью, вниманием, заботой своей любимой снахи, своим сыном. Она гордилась своими внуками. И даже вот здесь, в эмиграции, она всегда была окружена их любовью, заботой. Всегда, когда мы не встречались, она всегда говорила, Вот так она всегда говорила. Такие люди никогда не умирают. Их просто не будет рядом с нами. Свеча памяти гореть будет еще долго, ибо вкажет.